О вирусе африканской чумы на Кубани не было слышно последние три года. Серьезных вспышек не выявляли ни в агрохолдингах, ни в маленьких пособных хозяйствах. Сегодня ветеринары вновь забили тревогу. В Краснодарском крае обнаружено шесть очагов опасного вируса. Ситуация пока не критическая. Ее удается держать под контролем. Еще есть возможность скупировать эпидемию, говорит Вениамин Кондратьев. На совещании глава региона призывает мобилизовать все средства для борьбы с африканской чумой. И в первую очередь на встречу должны пойти сами селяне. Многие, узнав о вирусе, стали скрывать свинопоголовье и утаивать информацию о гибели животных. Мы пошли сегодня на встречу нашим селянам, понимая, что, знаете, как в народе говорят, что одна свинья год кормит. Мы разрешили сегодня, чтобы в сельских поселениях, конечно, селяне в первую очередь свиней держали. Но свиней держать, а не свинство разводить, коллеги, не свинство. Поэтому вы в муниципалитетах, там, обращающиеся с главами сельских поселений, вы ближе всего сегодня и к фермерам, и к жителям. Здесь нет смысла скрывать. Нет смысла скрывать. Все равно погибнет все это свинопоголовье. А еще и за пределы вашего сельского поселения уйдет. А потом и за пределы района уйдет. Вот здесь не может быть жалости. Вспышки чумы зарегистрированы уже в нескольких районах – Староминском, Тихорецком, Ейском, Темрюкском. Больные животные обнаружены в Сочи и в Туапсе. Пришел вирус даже в крупные предприятия, где, казалось бы, самый высокий уровень биологической защиты. Тысячи голов на фермах в Павловском районе ликвидируют. Общее количество выявленных зараженных свиней – 51 189 голов. Все меры, которые необходимо было принять, мы принимали. Все документы, которые нужно было принять, мы приняли. Сегодня с целью недопущения распространения функционируют пять карантинных постов с оборудованием дисбарьеров, шлавбамов, вагончиков на дорогах. Смертельно опасная чума – это проблема не только Краснодарского края. По всей стране уже зафиксировано около 280 вспышек вируса. Как утверждают специалисты, подобной ситуации ни в нашей стране, ни в Европе не было последние 10 лет. В поисках противоядия бессильны пока и ученые. «Провакцинировать мы не можем. Как только начинается вирус размножаться во внешней среде, а вы видите, что творится в России, после этого происходит занос на крупные предприятия. Прекрасные фермы. Волгоградская область сгорела. Воронежская ферма сгорела». Один из верных способов – не допустить распространения вируса, соблюдать санитарные нормы и условия содержания свиней. Принимаемые меры должны быть действенными, считает Вениамин Кондратьев. Всеми возможными способами сегодня важно избежать повторения ситуации 2012 года, когда пришлось полностью уничтожить свиноводство на Кубани. «Контроль у нас на фермах и крупных производственных площадках осуществляется полностью. Ветеринарные службы и Россельхознадзоры. К сожалению, во многих личных подсобных хозяйствах этого контроля нет. В связи с тем, что сегодня доступ ветеринарному врачу ограничен». «Это дает гарантию, что они не будут заражены, эти свиньи, которых пересчитают и которых возьмут там на под нож мясо в деньги, деньги в кубышку, чтобы завтра максимально не подвергнуть себя экономическому убытку. А для жителя села это серьезные деньги». Для многих кубанцев личное подсобное хозяйство – это вопрос выживания. Поэтому запрещая свиноводство, нужно создавать условия для разведения других животных, настаивает Вениамин Кондратьев. Но это не значит, что край может навсегда лишиться собственной свинины. Опыт в борьбе с африканской чумой у региона уже есть. А значит, есть все шансы, что после очередной победы над страшным вирусом кубанский бекон вновь вернется на прилавки магазинов и рынков.